Исполнял служебный долг. Во время спецоперации, которую российские войска ведут на территорию Украины, погиб еще один житель Пермского края. Это Иван Абдрачев. В вооруженных силах он служил по контракту. Военнослужащий родом из поселка Октябрьский. Иван Абдрачев погиб 14 марта. Спаслась из-за обрушения. В деревне Кузьва Кудымкарского района произошел пожар. Как сообщает газета «Парма» новостью, причиной возгорания стала утечка газа из газового баллона. В доме в этот момент находились двое пенсионеров. В гости к ним пришел сосед. В результате взрыва покосились стены здания, а также потолок и пол. Начался пожар. К избе, услышав хлопок, устремились соседи. Мужчины выскочили из горячего дома. Внутри осталась женщина. Из-за взрыва хозяина дома выбросила в окно. Соседа отбросила к стене. А женщину, спавшую на русской печи, которую все считали уже погибшей, спасла та самая печка, которая обрушилась вместе с ней во время взрыва. Люди вызвали пожарных. Сами принялись тушить возгорание. Одному из соседей удалось забежать в дом, но помочь выбраться хозяйке он не смог. Женщина оказалась под разрушенной печью. Сначала поливали водой ее и потолок, затем уже крышу. Спустя полчаса тушения никто уже не надеялся найти ее в живых. Кто-то из соседей, выбежавших на место пожара, уже начинал оплакивать ее. Но, к удивлению, радости всех присутствующих женщину в сознании и в шоковом состоянии пожарные достали из-под груды кирпичей и земли. У пострадавшей ожоги 10% тела, обгорели затылок и лоб, пострадала одна нога. Евгений Гуляев, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Преступление ради матери. Суд вынес приговор мужчине, который ограбил магазин на улице Вижайская. В торговой точке в тот момент никого, кроме продавца, не было. Мужчина пригрозил ей и сказал не кричать. Кассу визитер опустошил меньше, чем за полминуты. Все это время грабитель повторял, что отважился на такой поступок только ради матери. У нее операция. Деньги, кстати, обещал вернуть. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Подозреваемым оказался уроженец города Первоуральск, 1993 года рождения. Известно, что похищенные деньги он потратил на собственные нужды. Это был действительно мой мотив или выдуманный? Выдуманный. Не знаю. Пьяный был. Сколько выпили? Много. Не знаю. Литр водки. Больше может в тот день. Суд назначил наказание 6 лет и 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Дарья Болотова, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Не поделили диван. Спор вокруг этого предмета мебели привел к тяжкому преступлению. Житель Матавелихи расправился со своей возлюбленной. Мужчина воспринял как предательство то, что женщина не сдержала обещания подарить ему этот самый диван. Жили то вместе, то порознь. В общем, так называемый гостевой брак. Преступление произошло в квартире женщины, расположенной в одном из этих домов. Ее навестил гражданский муж. Не увидел на обычном месте диван, из-за чего пришел в ярость. Ссора произошла из-за дивана, который продала сожительница. Которая пообещала диван ему. В свою очередь он продал свой диван, который был у него. Он посчитал это предательством. Возник конфликт, в ходе которого он задушил свою сожительницу. Обвиняемый сам явился в органы внутренних дел и сообщил об убийстве. Установлено, что ранее он уже поднимал руку на свою подругу и даже был осужден за причинение травм. Но женщина простила обидчика. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Непонятно, как по такому малозначительному поводу, как бэушный диван могла разгореться, смертельная ссора. Ведь преступники его жертвы не были асоциальной парой. Каждый имел по своей квартире работу с хорошим заработком. И главное, никто из них вообще не употреблял алкоголь. Возможно, ответ на этот вопрос даст назначенное в отношении обвиняемого психолого-психиатрическая экспертиза. Стали известны подробности празднования Дня Победы. 9 мая парад начнется в 10 часов утра. В мероприятии примет участие духовой оркестр и рота барабанщиков. Планируется пролет самолетов. В параде задействуют более 30 единиц военной техники. Место действия – Октябрьская площадь. Ее нужно привести в порядок, отметил губернатор Дмитрий Махонин. Еще вы возьмите на особый контроль. У нас же Октябрьская площадь в ремонте находилась. Чтобы все у нас между весной и 9 мая. Чтобы было готово, прибрано, как следует. Чтобы не было никаких строительных работ хорошо. Также известно, что в День Победы в городе состоится праздничный салют с площадки в районе спортивной базы «Летающий лыжник». Начнется он в 23 часа и продлится 10 минут. На площади перед театром-театром с 10 утра до 9 вечера будет работать концертная площадка. Программа начнется с трансляции парада. Также известно, что в 68-м квартале эспланады появится выставочная экспозиция «Помни, ты наследник Победы». Напомню, в прошлом году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, парад провели на территории Пермского института ФСИН. На мероприятие опускали ограниченное количество людей, пригласили ветеранов. Также присутствовали почетные жители Перми. Вернулись к очному формату. Впервые с мая 2020 года депутаты Пермской городской думы встретились в зале заседаний. Народные избранники обсудили изменения в бюджете города на ближайшие три года и еще ряд важных для пермяков тем. Подробности далее. Бюджетные вопросы – традиционная часть повестки заседаний Думы. И мартовская пленарка не стала исключением. Передвижки были сделаны в городском бюджете на плановый период 2022-2024 годов. 525 миллионов рублей на капитальный ремонт дорог и Ягошиенского кладбища перенесены на 2024-й. После выделения средств из краевого бюджета расходы на эти объекты будут восстановлены. В части экономии планируется сократить расходы на обновление подвижного состава и ремонт трамвайных путей в 2022 году на 122 миллиона рублей, в 2023-м на 44. А 300 миллионов рублей предлагается направить на ремонт улицы Ленина. По мнению депутатов, с ремонтом одной из главных улиц Перми необходимо закончить в ближайшее время, так как цены на стройматериалы стремительно растут. И хочется еще отметить два пункта порученческих. Там, где администрации поручено проанализировать риски получения доходов в будущих периодах, потому что ситуация в экономике меняется. Ну и, соответственно, второй пункт – это рассмотреть возможности оптимизации статьи бюджета. Если говорить в целом о бюджете, то бюджет на трехлетку не изменился. Дефицит бюджета не изменился. Особое внимание депутаты уделили управлению и распоряжению муниципальным имуществом. По их мнению, оно могло быть более эффективным. На данный момент город получает порядка 70 миллионов доходов от сдачи в аренду своего имущественного комплекса. При этом недоимка составляет 150 миллионов. Очень хотелось бы, чтобы на сегодня таких вещей не случалось, новые недоимки не возникало. Хотелось бы, чтобы более активно работали по приватизации муниципального имущества, потому что у нас остались объекты не очень интересные, и их продажи позволят нам сэкономить бюджетные деньги на их содержание. В числе принятых и одобренных на мартовской пленарке документов значится порядок определения платы за использование земельных участков для возведения некапитальных гаражей. Годовой размер платы устанавливается в размере двухкратной ставки земельного налога, рассчитанного пропорционально площади, занимаемой гаражом. Данный законопроект направлен на то, чтобы жители города Перми могли легально арендовать место для своего некапитального гаража. То есть он направлен на удобство наших жителей. Средняя стоимость аренды в год составит полторы-две тысячи рублей. Законопроект прошел через два комитета. Комитет по экономическому развитию и инвестициям, и муниципальным управлением. Там были приняты поправки, и законопроект одобрен городской думой. Схема размещения гаражей находится в стадии утверждения. Она должна помочь сделать так, чтобы гаражи были размещены в каждом районе города. Татьяна Овсяникова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Детский развлекательный сериал с воспитательной подоплекой. В России состоялась премьера анимационного фильма «Каприска». Его, напомним, создали в нашем городе. Все 12 серий первого сезона уже доступны в одном из онлайн-кинотеатров. Сказочное существо, способное перевоплощаться. Это и есть «Каприска» – главный герой нового мультфильма. В персонаже сосредоточена масса негативных качеств. Скука, лень, желание сделать что-то назло, идти против правил. Как говорят создатели мультфильма, главная задача – показать детям, как можно справиться со своими капризами и преодолеть сложные ситуации. Цель – доставить нашим детям радость от общения с таким замечательным продуктом, который сделан, написан Владимиром Воробьевым много лет уже назад. Понятно, что мир за это время изменился, изменились дети, изменилось ощущение мира. Пластилиновую анимацию, которая требует кропотливого ручного труда, здесь совместили с компьютерными технологиями. Как рассказывают сами художники, многому им пришлось учиться с нуля. И все получилось сделать на отличном уровне. «Каприска» попал в топ-новинок на онлайн-площадке. Вообще, в принципе, создавать мультфильм, как видеть картинку, которая жила на экране, и действительно это так и есть. Когда ты видишь, что картинка становится живой, это небольшое волшебство, небольшое чудо. И донести это до детей-то наших, в нынешнее время, очень важно. Как сложится дальнейшая судьба мультфильма и получит ли он продолжение, пока не ясно. Создавать второй сезон авторы начнут в том случае, если не будет проблем с финансированием проекта. Дмитрий Гаврилов, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. В преддверии профессионального праздника, 27 марта, пермские коллективы отметят Международный день театра. В этом году он падает на воскресенье. Отмечать его артисты, конечно, намерены вместе со зрителями. Пермский театр «Кукол» готовит большую интерактивную программу для детей и покажет в этот день один из своих новых спектаклей. Подробности узнала наша съемочная группа. У артистов Пермского кукольного театра ежедневный тренинг. Он предшествует каждой репетиции и спектаклю. Здесь отрабатываются пластические и вокальные техники. 21 марта, в Международный день кукольника, артисты ответили на вопросы зрителей, раскрыли некоторые секреты своей профессии. Через куклу транслировать свои мысли, идеи, которые в спектакле. То есть вот это вот умение посвящать себя неживому предмету и тем самым оживлять, пожалуй, вот это вот главное качество. В фойе Пермского кукольного сейчас готовят выставку к Международному дню театра. 27 марта здесь пройдет большая интерактивная программа для детей. Можно будет поучаствовать в мастер-классах, пообщаться с художником-гримером и примерить на себя какой-либо сценический образ. Сейчас вы видите, что у нас монтируется выставка, которую мы откроем в день театра. Она просуществует до конца сезона. Обычно мы показываем куклы, эскизы кукол. Вспомнили, что костюмы-то мы ни разу не показывали. Вот решили показать костюмы без кукол. Выставка будет называться «Театральный гардероб». В день театра здесь покажут спектакль «Волшебник страны Оз». Его премьера состоялась в 2020 году. В Пермском кукольном создали свою версию этой старинной сказки. Здесь главная героиня попадает в театральное закулисье. Там она встречает персонажей, мечтающих о добром сердце, остром уме и смелости. Все вместе они отправляются в путешествие, где им предстоит пройти множество испытаний и научиться ценить дружбу. В театре напоминают, QR-коды отменены и зрительный зал теперь заполняют на 100%. С большим удовольствием и мы расширили как раз количество спектаклей, увеличили для самых маленьких. И так называемые бэби-спектакли мы перенесли именно в фойе большого зала. Здесь готовят и премьеры ближайшее 9 апреля. Театр кукол муниципальный. Городские власти отмечают, что это один из самых любимых театров у жителей города. Впереди у кукольного значимая дата – 85 лет со дня основания. Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Субтитры создавал DimaTorzok